Не говоря уже о том, что, во-первых, профнепригодность, везде по всем направлениям видна эта исполнительная власть, которая, в принципе, и проспала, в конце концов, это российское вторжение, либо, может быть, его специально готовила. Есть же и такие мнения, такое видение вопросов. Потому смена, как минимум, исполнительной власти, она уже давно назрела, давно созрела. Убрать их и вместе убрать вместе с этими посылами о капитуляции, о референдумах, о сдаче нашей территории и так далее и тому подобное. Только разговоры о сдаче нашей территории могут привести к гражданской войне внутри Украины. Объясните вы донецким, луганским и крымским, которые воюют десятый год за свою малую родину, что все, эта территория уже отдается России. А что они сделают с этими отдавателями? Подумайте, к чему это приведет. Я еще раз напомню, Порошенко пытался особый статус Донбасса просунуть через Верховную Раду. Но только, как всегда, ни один депутат не погиб, а погибли те хлопцы полиции, которые прикрывали эту Верховную Раду от гранат. Вот где проблема. Это внутри столкнуть общество с силовиками внутренними. Вопрос, опять же, это делается по недомислю, скудоумию или злому умислу изначально стартово записанному, прописанному в психоматрице этих канцелярских ***. Но это работа контрразведки. Я думаю, наши контрики над этим сейчас работают. Пане Романе, дякую вам за это звезды. Я нагнаю нашим глядачам. Сьогодні 1 серпня. Обовязково подписывайтесь, коментуйте, ставьте лайки и делитесь нашим щоденним военным звезды. Меня зовут Игорь Гаврошчак. Мы с вами увидимся в эфире 24-го канала.